Уважаемые дамы и господа, мы начинаем пресс-конференцию глав внешнеполитических ведомств России и Турции. Добрый день. Мы провели очень полезные предметные переговоры. Они стали продолжением наших недавних встреч. 14 августа я был приглашен на совещание послов и постоянных представителей Турции. До этого, 2 августа, мы общались в Сингапуре на полях министерских мероприятий по линии ОСЕАН. Такие регулярные контакты позволяют нам не только сверять часы по всему комплексу вопросов двусторонней и глобальной повестки дня, но и оперативно решать возникающие вопросы. Мы констатировали сегодня обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении двусторонних связей. Постоянный импульс нашей работе придает насыщенный доверительный диалог между президентами Путиным и Эрдоганом. Только в 2017 и 2018 годах они провели 9 полномасштабных встреч. У нас плотные контакты по линии оборонных ведомств, о чем свидетельствует и сегодняшний визит в Москву министра национальной обороны Турецкой Республики, который проходит параллельно с нашими переговорами. Мы положительно оценили взаимодействие по парламентской общественно-политической линии. На прошлой неделе Турцию посетил председатель Государственной Думы Володин, принявший участие в VI съезде партии справедливости и развития по приглашению президента Эрдогана. Анкара – один из наших ключевых торгово-экономических партнеров. Мы наблюдаем устойчивый рост товарооборота, который по итогам прошлого года увеличился на 40 с лишним процентов, превысив 22 миллиарда долларов. У нас общая позитивная оценка реализации совместных инициатив, прежде всего в сфере энергетики, имея в виду и турецкий поток, который имеет стратегически важное значение как для наших стран, так и для энергобезопасности Европы в целом. Имею в виду и начавшиеся реализации проекта строительства первого реакторного блока атомной электростанции АКУЮ, который сооружают в Турции российские специалисты. Мы отмечаем востребованность наращивания практической кооперации и в других областях, металлургия, автомобилестроение, сельское хозяйство, банковская сфера, военно-техническое сотрудничество. Договорились энергично работать над устранением остающихся барьеров двусторонней торговли. Рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой к проведению в 2019 году перекрестного года культуры и туризма России. Это станет значительным вкладом в укрепление нашего гуманитарного сотрудничества. Растет поток российских туристов. В прошлом году Турцию посетили 4 миллиона 700 тысяч россиян. Это превысило рекордные показатели 2014 года. И в этом году планируется уже выход этой цифры за 5 миллионов человек. Со своей стороны мы подтвердили готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий турецких граждан. И будем заниматься этим в самое ближайшее время. Договорились сформировать механизм для консультаций по выработке договоренности на эту тему. Мы обсудили международные проблемы. Конечно же, главное внимание уделили ситуации в Сирии. Рассмотрели ход договоренностей, которые достигаются в рамках астанинского формата на высшем и высоком уровне, на уровне экспертов. Рассмотрели ход выполнения решений Конгресса сирийского национального диалога, который состоялся в Сочи, в том, что касается скорейшего формирования Конституционного комитета. Эта работа идет, и мы обсудили сегодня задачи ее скорейшего завершения. Ну и, безусловно, и Россия, и Турция заинтересованы во взаимодействии в том, что касается создания условий для безопасного, достойного возвращения на родину сирийских граждан. Мы будем прилагать совместные усилия с тем, чтобы эти процессы помогали стабилизировать обстановку, помогали решать вопросы, необходимые для начала политического процесса. Ну и, безусловно, в наших общих планах прилагать совместные усилия в целях окончательного искоренения террористов на сирийской земле, и для установления прочного мира и стабильности в Сирийской Арабской Республике. Мы продолжим сегодняшние наши переговоры за рабочим завтраком, обсудим другие международные темы, по которым мы также весьма и весьма тесно сотрудничаем с Турцией, имея в виду и Закавказье, и Центральную Азию, и Черноморский регион, Украину, но также имея в виду и Западные Балканы, где Россия и Турция могут вполне оказать позитивное, стабилизирующее воздействие на развитие ситуации. Я благодарю своего коллегу за сотрудничество и предоставляю ему слово. Дорогой друг Сергея, спасибо большое, благодарю вас. Действительно, мне очень приятно вновь находиться в Москве и провести встречу с моим дорогим коллегом между делегацией на встречу. Как вы знаете, 10 дней мы были в Анкаре, и в этот день господин Лавров принял участие в совещании послов, и мы обсудили некоторые вопросы в двусторонней повестке. Несмотря на то, что в Турции праздник 10 дней, лиц этот праздник, наши коллеги провели успешную работу, мы увидели это в ходе сегодняшней встречи, и мы предлагаем активную усилию для того, чтобы доложить нашему руководству о проделанной работе, регулярной проводке встречи президентов, и, как говорили президенты в ходе встречи в Юханасбурге на саммите БРИКС, действительно, это успешное сотрудничество вызывает порой зависть у некоторых кругов. Конечно же, мы заинтересованы в развитии сотрудничества и по региональным вопросам, и по международной повестке. Россия для нас является стратегическим партнером, значительным партнером, и, как говорил господин Сергей Лавров, от энергетики до сельского хозяйства, от туризма до торговли и промышленности, до обороны промышленности, во всех этих сферах наши отношения активно развиваются, имеются конкретные проекты, мы работаем над ними совместно, и в ближайшее время это не только как видение работа над конкретной реализацией проектов. Это все очень важно для наших народов, особенно в культурной сфере. В Турции мы предоставляем большое значение инвестиционному сотрудничеству, делегациям, бизнес-делегациям турецких предпринимателей в Россию, и торгово-экономические показатели, собственно, свидетельствуют об успешном развитии наших отношений в сфере торговли и экономики. Конечно же, это нас очень радует, и, как представители Анталии, мне особенно радует тенденция увеличения туристического потока. В этом году ожидается посещение 6 миллионов российских туристов, и мы полагаем, что цифра будет только расти в дальнейшем. Господин Володин, спикер Государственной Думы, принял участие в съезде справедливости и развития. По прогрессам господина президента мы были очень рады этому визиту. Наши контакты по политической линии также продолжат укрепляться, и, конечно же, важными являются наши регулярные встречи по внешнеполитической линии. Мы сегодня обсуждали сирийскую проблематику, наряду с тем, что необходимо продолжать работать в духе астанинского формата по обеспечению режима прекращения огня. С другой стороны, необходимо также продвигаться по политическому регулированию. В частности, проводится работа по формированию Конституционной комиссии, были переданы соответствующие списки. И, конечно же, эта работа, которую мы делаем, очень важна для будущего Турции. Мы поддерживаем этот процесс, эту работу. И в ближайшее время также состоится встреча представителей стран-гарантов со спецпосланником Моу Стефаном Домистурой. В ближайшее время также состоится трехсторонний саммит президентов стран-гарантов на СРС в Иране. Кроме того, конечно же, является важным сотрудничеством и взаимодействием по линии оборонных ведомств и спецслужб. И, конечно же, наша работа является крайне важной с гуманитарной точки зрения прекращения потока беженцев. Мы, в том числе, наши коллеги по линии оборонных ведомств и спецслужб также продолжат работать над тем, как уменьшить насилие в Сирии, как создать мир и стабильность в этом регионе. Кроме того, мы заинтересованы в укреплении нашего взаимодействия по балканской проблематике. Мы продолжим работу, и я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить господина Сергея Лаврова за правильное гостеприимство ко мне и моей делегации. Спасибо большое. Пожалуйста, агентство «Надолу». Сергей Викторович, мой вопрос будет для вас. Мой вопрос касается визового режима в отношении граждан Турции. Как я понял, вы уже говорили сегодня об этом, но господин еще один недавно сообщил о том, что есть какой-то договоренность в этом теме, в этом сфере. Когда мы можем увидеть какие-нибудь конкретные шаги об этом договоренности? Может, через месяц, может, через два, вот именно календарь какой-то у вас есть? Спасибо. Мы договорились сразу после того, как закончатся каникулы. Тут не все, не все, к сожалению, отдыхают. Вот мы работаем, но многие наши эксперты находятся в отпуске. Вот как только закончатся каникулы, мы поручим им собраться и рассмотреть ближайшие шаги, по которым, собственно, достаточно несложно достичь договоренности. Ну, например, неудобства испытывают водители грузовиков, которые совершают международные перевозки. И, если я не ошибаюсь, еще в июне или в июле 2017 года мы предложили отказаться от визовых требований для этой категории наших граждан России и Турции на взаимной основе, так что мы это можем очень быстро сделать. Ну, и еще одна категория, которая интересует наших турецких друзей, это так называемые специальные паспорта. И наряду со служебными паспортами, которые есть и в России, и в Турции, специальные паспорта – это особая категория, которая присутствует только в турецкой государственной системе, в турецкой государственной службе. И мы вот в прошлом месяце нотой уведомили наших коллег о том, что мы готовы рассматривать возможность отказа от визовых требований и для обладателей служебных паспортов, и для обладателей вот этой вот специфической турецкой категории специальных паспортов. Так что я надеюсь, в самое ближайшее время вы новости услышите. И другие представители интернационала террористического. И также в этом контексте, насколько верна информация о присутствии разногласий между Москвой и Анкарой по поводу списков оппозиций в Конституционной комиссии? Спасибо. По первому вопросу могу только подтвердить то, что мы уже с мевлютым чевушаглу моим другом сказали здесь. Мы сейчас рассматриваем эту ситуацию. Она, конечно же, многогранная. Действительно, там много гражданских лиц. Там есть и вооруженная позиция, которая заинтересована в участии в процессах урегулирования. Там есть и несколько десятков тысяч боевиков, так называемый Хаят Тахирашам, Джабхат Ан-Нусры, которые пытаются контролировать всю эту территорию и препятствуют усилиям, которые предпринимает, в частности, Турецкая республика по размежеванию здоровой оппозиции от террористических структур. Эти вопросы обсуждаются между внешнеполитическими ведомствами. Мы сегодня им немало внимания уделили. Они обсуждаются и между нашими военными. Министр обороны Турции сейчас находится в Москве и по линии специальных служб. И мы сегодня эту работу еще не завершили. У нас состоятся дополнительные встречи уже с участием всех коллег. Поэтому, я думаю, мы чуть попозже сможем дать какую-то информацию. А что касается слухов насчет того, что при формировании Конституционной комиссии, чем занимается Стафан Даместура, возникли разногласия между Москвой и Анкарой по спискам оппозиции, то это по определению неправда. Потому что Россия не занималась формированием списков оппозиции. Эту работу координировала Турция. И у нас не возникает никаких вопросов с тем списком, который оппозиция представила Стафану Даместурию. Благодарю вас за вопрос. Ситуация касается регионами одними из зонов деэскалации в контексте оттенческого формата. Здесь порядка трех миллионов гражданских лиц проживает. И, говоря о других регионах, это будет Тухалеб, Хумс и другие регионы, при открытии этих коридоров, к сожалению, наряду с гражданскими лицами, этот регион наводнили, в том числе, вооруженные люди, боевики. И мы, формируя наблюдательные посты, все это фиксировали, разумеется. Конечно же, необходимо размеживать, проводить работу по размежеванию боевиков от гражданских лиц. Конечно же, необходимо проводить борьбу с боевиками. Но, с другой стороны, при использовании военных методов решения проблемы, это породит катастрофу. И это спровоцирует длительные столкновения вооруженные и, разумеется, спровоцирует гуманитарную катастрофу. Вы знаете, что сегодня в Турции находится порядка трех миллионов беженцев, и расходовано огромное количество средств на их содержание. Для всех является важным, и для Турции, и для всех является важным ликвидировать эти радикальные элементы, радикальные группы и боевиков, потому что они представляют угрозу национальной безопасности. Это, в том числе, и важно для России, и для западных стран. Поэтому нам необходимо проводить очень четкую и внимательную работу по разделению террористов и гражданских лиц. Мы привержены духу, астанинскому духу, и, проводя соответствующую работу, сотрудничество с Россией, мы, с одной стороны, будем устранять наши обеспокоенности, а, с другой стороны, проводить работу по сирийской проблематике. Разумеется, очень важно то, что мы делаем для будущего Сирии, для политического урегулирования. Мы сформировали списки с участием, в том числе, Ирана, и передали Демис Туры. Необходимо в кратчайшие сроки приступить к работе по формированию Кационной комиссии. Мы будем продолжать усилия по формированию данной комиссии. И в самое ближайшее время, как я говорил, наши представители в ближайшее время посетят Женеву для проведения переговоров со спецпосланником ООН Демис Турой. Благодарю за вопрос. Мой вопрос будет рисован к господине Чаву Шаулу. Вы говорили, Россия заявляла о том, что Россия готова оказать и военную, и политическую поддержку. Что Вы можете сказать по возможной операции в Идлибе? Россия говорит о том, что она готова оказывать и военную, и дипломатическую поддержку. Что Вы можете сказать в этой связи? Конечно же, мы обсуждаем все эти вопросы на каждом уровне с российскими коллегами. Будь то президент, обсудил этот вопрос в Южной Африке, оборонное ведомство и спецслужбы также обсуждаем все эти вопросы. Как я уже говорил ранее, наша задача заключается в том, чтобы устранить обеспокоенность российских коллег. И ликвидировать террористов, которые орудуют в этом регионе. Мы можем работать вместе, но при том, чтобы, устраняя и ликвидируя эти радикальные группы, мы можем навредить жизни гражданских лиц. Это может провоцировать поток беженцев, это может провоцировать драму, человеческую катастрофу. И, конечно же, это навредит и тому доверию, которое было сформировано между Россией и Турцией по сирической проблематике. И будет подворен авторитет наших стран. Поэтому нам необходимо работать над тем, чтобы сохранить наработанное то, что мы сделали, и думать над тем, какие усилия можно приложить в этой связи. – Пожалуйста, Россия сегодня. – Здравствуйте, у меня новости. Сергей Ильич, есть ли какая-то конкретная дата предстоящего саммита, который пойдет в Тегеране, Россия, Турция и Иран? И что касается в целом странинского формата, есть ли сейчас намерение расширить его, с учетом того, что стоит задача уже не только деэскалации, но и восстановления Сирии? – Спасибо. – Дата встречи лидеров есть. Ее очень скоро объявят. Это прерогатива протокольных служб и пресс-служб президентов. Что касается повестки дня, которая будет рассматриваться на очередной встрече в верхах президентов России, Турции и Ирана, то наверняка это будет весь комплекс вопросов. – Проблемы деэскалации сейчас решаются. Мы комментировали ситуацию в Идлибе. Она действительно многослойная, она очень непростая. Но когда зона деэскалации в Идлибе создавалась, никто не предлагал эту зону использовать для того, чтобы в ней боевики прикрывались. Террористы Джабхата Нусра, прежде всего, прикрывались как живым щитом гражданским населением. И тем более, что они не просто там сидят и отсиживаются, но оттуда постоянно осуществляются набеги, обстрелы на позиции сирийской армии. – Несколько десятков, около 50 беспилотников, которые запускались из этой зоны с целью атаковать российскую военную базу в Хмимиме, были сбиты. Мы сегодня об этом очень подробно говорили. Но, конечно же, нужно делать всё, чтобы это размежевание состоялось и чтобы минимизировать какие-либо риски для мирных граждан. Уверен, что президенты подробно будут на эту тему говорить. Что касается расширения астанинского формата, я не думаю, что это сейчас такая актуальная вещь. Есть множество возможностей сотрудничать без каких-либо формализованных изменений в том, что касается гибкого процесса Астаны, процесса Сочи. Например, есть так называемая малая группа по Сирии, куда входят три западных страны, три, четыре страны арабских, ближневосточного региона. И президент Макрон неоднократно предлагал налаживать контакты между астанинским процессом и этой малой группой. Мы к этому готовы. Разумеется, тоже нужно понимать, какие цели мы все преследуем. Если такие контакты будут осуществляться на базе тех принципов, которые одобрены Советом безопасности в резолюции 2254, я думаю, это будет очень полезный процесс. Ну и не забудем, что есть еще международная группа поддержки Сирии, в которой участвуют около 30 стран. Практически все, кто так или иначе может влиять на обстановку, все, кто так или иначе может участвовать в содействии, восстановлению инфраструктуры, социальной сферы и вообще экономики Сирии. Так что недостатков в форматах нет. Самое главное все-таки это опираться на согласованные принципы сирийского регулирования, каковы и заключены в резолюции 2254. Тройка стран-гарантов действует именно таким образом. Думаю, поэтому у нас и получается достигать результатов. Уверен, что так будет и дальше. Спасибо за участие. Субтитры создавал DimaTorzok